Всем привет! Это итоговый выпуск программы Олег Гараж на канале Абуз ТВ. Ну что, пролетела еще одна неделя? Есть повод. Ну в смысле, есть повод подвести какие-никакие итоги. Поехали! Ну да, давным-давно, в далекой-далекой галактике... Короче, новый эпизод «Звездных войн» наконец-то появился на больших экранах. Кинокритики настаивают, именно это событие было одним из самых ожидаемых в уходящем 2015 году. Ну что тут скажешь, кроме одного. У нас эти эпизоды «Звездных войн» по-украински на экране появляются ежедневно, причем по всем каналам, в выпусках новостей. Хит этой недели выглядит примерно так. Итак, начиная с понедельника, страна обсуждала скандал на заседании надсовета реформ. Эксперты умничали на тему теории заговора. Колумб Америку открыл, великий был моряк. Но заодно он научил весь мир курить табак. Политики пытались разглядеть в том, что произошло, некий скрытый смысл. Договорились до того, что случившееся свидетельствует об открытости власти и о начале непримиримого противостояния между коррупционерами и антикоррупционерами. Твои суки гнилые мусора мусорянские. Полотным помогают. Ты на кого батон крошишь? Да ты сейчас мне сам бабло что оставишь и счастливым отвалишь отсюда, баклан немытый. На самом же деле все намного проще. Просто большие пацаны меряются, ну как быть помягче сказать. В общем, пытаются доминировать. Либо ты нагинаешь, либо тебя нагинаешь. И никакого второго дна. По одной простой причине. Все эти люди, все скандалисты, они выходцы из 90-х. Просто спортивки с растянутыми коленками сменили на крутые костюмы. Однако, как говорил Игорь Владимирович Тальков. Перестроиться не сложно, только вот в чем беда. Перестроить можно рожу, ну а душу никогда. Ну, собственно говоря, и ответ на все вопросы. Вообще на все. А тем временем, как в старом анекдоте, вы будете смеяться, но бюджета на 16-й год как не было, так и нет. Все потому, что кто-то слишком много ест. Ну конечно, я даже догадываюсь, о ком идет речь. Кабинет министра принял решение увеличить должностной оклад премьер-министра на 25% с 1 декабря этого года. Официальный сайт Кабмина сообщает, что до повышения Арсений Петрович вкалывал на благо Украины за каких-то 8526 гривен в месяц. Истинно вам говорю. Кое-кто, правда, не верит в это. Дескать, если сегодня я поверю, что глава украинского правительства живет на 8526 гривен в месяц... Значит, завтра я должна буду поверить в летающие тарелочки, телепатию, черную магию? Не, ну в телепатии и черную магию верить не обязательно. А что касается оклада премьера, то здесь все правда, но не вся. Просто там есть еще доплатные премии. Ну, так всегда было, так сказать, за особые условия работы. А как насчет меня, Босс? А, ну да, одну тебе. А мне, Босс? Одну тебе. А мне, Босс? Одну тебе. А мне, Босс? Одну тебе. Вот, а уже вместе с доплатами и с премиями у премьера, еще до повышения оклада, чистыми выходило примерно 30 тысяч. День, конечно, небольшие, поэтому приходилось выкручиваться. То с зайчиком, то мышкой, то котиком ласковым прикинусь. Теперь-то оно полегче будет. Правда, некоторые злопыхатели наивно просят дать им ответ, за какие-таки заслуги перед отечеством господину Яценюку был поднят должностной оклад. Зачи еще этот банкет? У нас демократическое государство, поэтому ответ из Кабмина не заставил себя долго ждать. А с муглянком молдаванка отвечала парню лад. Больше вопросов не имею. Ну вот, с этим разобрались, едем дальше. Постой, а как же я? Малыш, ведь я же... Тоже может хоть шоколад видеть. За ты, голуби, мне нужен шоколад. Я тоже очень хочу шоколад. А, я понял, это был голос народа, услышавшего о премьерском счастье. Ну, в смысле, нам тоже хочется прибавки к жалованию, а то с новыми платежками за коммуналку скоро кредит в банке придется брать, чтобы за отопление долг погасить. Да подождите вы, гражданин! На вас персональный наряд! Ну вот, судя по всему, в том самом ответе народу... Золотыми церковно-славянскими буквами написано... Данила, Данила, пойдем копать могилы. Честь имя рекомендовать себя, Сергей Петрович Голохвастов, собственной персоной. Но чтобы никто не думал, что это временные трудности, на этой неделе президент, премьер и спикер парламента подписали очередное совместное обращение к народу. Пиши с новой строчки. Обед. Подчеркни. А в документе, Том, много букв и много пунктов. В том числе, коротенько об успехах, чуть больше о планах на Новый год. Не, не в смысле, кто и где из них будет его отмечать, а в смысле, что правительство с депутатами планирует отчебучить в 16-м году нам на радость о себе по приколу. Но самый главный пункт таков. Арсений Петрович остается. Клянемся! 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 Так, мол, и так пишут. Он, конечно, накосячил, но пусть еще поработает. Ну, он прикольный. Прикольно и все? Ну, а что, мало, что ли? Короче, с этим приколом нам предлагают жить еще как минимум год. После этого заявления депутаты, а только они могут снять премьера с должности, как-то погрустнели. Зато Арсений Петрович и его окружение воспряли духом. Не, ну а что, иммунитет получен. Отчитываться о том, куда делись бабки на строительство Великой Украинской Стены, где золото Януковича, кто присел на схемы семьи беглого гаранта и куда тратились кредиты, не надо. Можно показать всем злопыхателям классический жест. У нас первый взор. А еще можно ехать за новыми кредитами. Хорошо. Ух ты! Здорово! А еще можно продолжать и дальше стравить байки о том, как весь мир нам помогает, и о темных силах, которые нам постоянно мешают на пути к светлому будущему. Кей-ш-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Короче, это просто праздник какой-то. О таком подарке накануне Нового года можно только мечтать. Но это... Полнейший секрет и строжайшая тайна. А теперь самое время отдохнуть. Тем более, что рождественское настроение уже витает в воздухе. В обозревателе, к слову, елочку тоже уже установили. Вот так. А у меня на этом все. Это был очередной выпуск программы «Алёг Гараж» на канале Абуз ТВ. Скоро увидимся и подписывайтесь, чтобы первым видеть новый выпуск. Распространяйте, если понравилось. Ну и комментарии тоже можно оставлять. Пока!